Армяне. Что слаще, хрен или редька? Ну вот свершилось для всего армянства. Которые празднуют победу армянства в признании так называемого геноцида в Османской империи 1915 года. По словам которых в ходе этой трагедии на территории Османской империи погибло более полутора миллиона только армян в Восточной Анатолии. Правда начиналось с 300 тысяч, но по истечению времени эта пропорция поднялась до полутора миллиона. И вот сколько лет армянства мира упорно добивались почему-то признания именно со стороны США. Хотя до этого признали такие страны как Россия, Франция, Германия и другие страны Европы и Южной Америки. Но разве от этого что-то изменилось для армян и Армении? Конечно же нет. Так как все эти признания носят скорее заказной и с политической примесью характером. Где просматривается явное двуличие использования этой трагедии в своих корыстных целях этими странами Европы и России. А теперь ввиду осложнений отношения Турции и США по вопросу курского терроризма на границе Турции и Сирии. Когда США поставила свои национальные интересы выше интересов своего союзника по НАТО Турции. Как-то сложилась странная ситуация. По которому Турция, у которой 900 километров граница с Сирией и которой постоянно угрожают террористы как курские, так и ИГИЛ. И чтобы обезопасить свою страну Турция приступила к созданию зоны безопасности на севере Сирии в 30 километров полосы. Что не входило в интересы США, которые в этом вопросе поддержали не своего союзника по НАТО Турцию, а курских террористов. Выходит, что американцы за 11 тысяч километров от США имеют на Ближнем Востоке стратегические интересы, а Турция не должна их иметь. А интересы США здесь одно, это политика еще с колониальных времен, разделяя и властвуй, а в данное время политика грабежа богатого энергоресурсами стран ближнего и среднего Востока. И под видом демократии и прав человека Запад в лице США и Европы принесла сюда смерть, хаос и анархию. Когда в таких странах, как богатые энергоресурсами Ливия, Ирак, Сирия, Йемен и другие страны полыхают в огне гражданских войн. Но главное то, что США добился своего и качает дешевую нефть и газ для нужд западной экономики и разграбляя становятся все богаче. И им наплевать на эти страны и народы с их гражданскими войнами гибелью мирных ее жителей. А за последние годы на севере Африки, Ближнего Востока, Пайстана и Афганистана погибло более 10 миллиона мусульманского народа. Но Западу ни почем не видят права человека и уничтожения народов. Главное то, что это не происходит в Европе и Америке. Для них главное благосостояние их стран. Выходит, что Турция должна была поступиться своими интересами ради интересов в первую очередь США и его европейских союзников. Но Турция выбрала интересы своей страны выше всего и этим разгневал американский конгресс. Который решил наказать своего союзника не только санкциями, но и признанием так называемого «геноцида» армян в 1915 году в Османской империи. Хотя ясно то, что это решение не имеет юридической силы, а скорее политическое в целях давление на Турцию. И как заявил лидер Турции и президент Эрдоган, что Турция никогда не признает этот вымышленный «геноцид» таким политическим давлением. Ведь ясно то, что США отомстила Турции в первую очередь за покупки ракет СС-400. А также за то, что Турция в последние годы ведет более независимую политику. Которая не по нраву США. Которая на данное время скорее всего считает себя мировым жандармом и решает судьбы мирового порядка. А Армения и так называемый «геноцид» — это часть давления на Турцию. И если посмотреть на историческую призму, то станет ясно, что армяне во всей своей истории всегда являлись инструментом использования для великих стран. И всегда после использования армян в качестве презерватива их выбрасывали на обочину истории. Так было и будет всегда. Так как Армения искусственно созданная страна на землях Иреванского ханства со стороны Российской, а потом и Советской империи. Так как армяне больше всех в регионе Южного Кавказа и Малой Азии подходили и были выбраны в качестве пятой колонной негативного катализатора. И видимо признание со стороны Конгресса, даст возможность закрепиться в Армении и вытеснить отсюда Россию. Что полностью противоречит интересам России. Если в Армении сильны позиции гражданского общества в лице более трех тысяч западных НПО Сороса. То у России сильны позиции в области военной безопасности Армении. Которая полностью прикрывает задницу Армении. А в экономическом плане Армения давно за долги все продала России. Так что Армения не интересна ни одной стороне в экономической плоскости. Она интересна России и США только в плане стратегического расположения. А точнее только как форпост и военная база под названием Армения. А так Армения давно является вассалом и блудной женой России. Но в последние два года после прихода к власти Пашиняна. Армения не прочь устроить с богатым западом во главе с США незабываемый флирт. И судя по всему скоро видимо из-за Армении напряжения России и США обострятся. А как армяне могут флиртовать, то этому добавила им опыта их гордость, символы национальное достояние всего армянства мира порнозвезда Ким Кардашьян. Но вызывает возмущение то, что сама США по локоть в крови и в геноциде индийского народа. Только на нынешней территории США и Канады со времен ее завоевания был геноцид и истреблено предками европейцев и в основном англичанами и французами более 100 миллионов индейцев. А их остатки загнали в резервации. А точнее сказать в концлагеря. И как не вспомнить позорные времена рабства со стороны белого населения Черной Африки. Или то, что англичане, французы, немцы, португальцы, испанцы, итальянцы, бельгийцы, голландцы и другие имеют позорную историю колониализма, рабства, грабежа и геноцида многих народов Африки, Азии и Ближнего Востока. При том, что почти все большие беды, геноциды, инквизиции, концлагеря, истребления, уничтожения и многие несправедливости исходили как раз таки от цивилизованных европейцев и американцев. Но как говорится они не видят в своем глазу бревна, а у нас ищут соринку. И видимо Турция должна переориентировать свою политику и действия. Не может быть у тебя товарищи союзник те, которые тебя предают и не считаются с твоими интересами. А самое смешное вышло то, что армяне радовались этой победе в США в так называемом геноциде. Непонятно одно. Если это было горе и страшная беда для них, то как можно этому радоваться и поздравлять друг друга с победой? С победой чего и над чем? Тем, что вас использовали американцы со своими большими и толстыми амбициями. А что, разве амбиции в признании России, Германии, Франции и других для вас были меньшими и менее тонкими? Так они намного раньше приняли американцев. И что, вам от этого что-то перепало или вам лучше стало? Нет, конечно. Но потеряете в первую очередь именно вы армяне. Так как американцы, немцы, французы и другие далеко-далеко от вас. А мы армяне рядом с вами и соседи с вами. И как говорится, лучше близкий сосед, чем дальний родственник. Но смотря на вас, я и все мои турки в том числе сомневаемся, что из вас нам выйдут когда-либо и что-либо хорошего в качестве соседа. Так как соседи друг, другу так подло и предательски не поступают. Эти все ваши так называемые КРВ-е останутся далеко. А как вы собираетесь с такими предательскими поступками с нами сосуществовать? Я знаю также то, что вы насчет Джавахетии и грузинам предъявили бы территориальные претензии. Но вы зависимы от них этой единственной дорогой. Но вы все равно мутите отношения Грузии с нами и Турцией. Но вы армяне здесь ограничены и вынуждены будете со временем прийти на поклон. Но простим ли мы вас? Вот в чем вопрос. А почему я в заголовке написал, что для вас слаще, хрен или редька? То скажу вот что. Вас армян в первую очередь волнует то, что вы видите его сне. А именно то, что Турция признает этот ваш вымышленный геноцид. И вроде запад на блюдечке вам преподносит восточную Анатолию с горой Агрыдак. И начнет вам выплачивать баснословные суммы. Один раз даже прошла информация аж до астрономических 13 триллионов долларов. Не знаю как во сне, а наяву вы никогда не увидите ни сантиметра земель и доллара от этого. А точнее только кукиш на закуску вашего любимого самогона Тутовки. А мы от себя вам на закуску можем предложить наш хороший и вкусный хай-яй-р огурец. Так что армяне пейте и радуйтесь вашему этому празднику и закусывайте нашим гинжинским хиером. На здоровье! Автор Габель Мирзоев.